Ладно, мам, успокойся. Успокойся, не надо так. Теперь всё ещё хуже, чем мы представляли. Всё так запуталось. Теперь ещё и другая проблема. Бедная, бедная Эмми. Мама, в чём дело? Что происходит? Прошу, расскажи мне, что такое? Не могу, доченька. Я не могу, не могу. Не можешь? Мама, я же твоя дочь. Неужели у моей собственной матери от меня секреты? Что происходит? Не могу. Это не мои секреты, дочка. Мама, ну Эмми мне как сестра. Да, да, конечно, это правда. Я скажу только тебе. Девочка беременна, Россио. Она носит ребёнка Алекандро Агирре. Добро пожаловать, сестрёнка. Привет, старик. А мы тут скучаем совершенно одни. Слушай, старичок, ты должен купить нам телевизор и эту штуку, по которой фильмы смотрят. Думаю, ты купишь сотни всяких телевизоров. Поэтому я попрошу у тебя один для моей комнаты. А здесь в гостиной будет другой. Слушай, Сусана, не указывай нам, что покупать, ясно? Здесь ты никто, ясно? Я единственная, кто отдаёт здесь распоряжение. Что ты о себе возомнила? Ничего особенного. Я хозяйка этого дома. И если ты не поймёшь этого, вылетишь вон, тебе понятно? Гуча, пожалуйста, разберись с этой женщиной. Мы принесли себя в жертву, позволив ей поселиться здесь. Мы терпим её только ради тебя. Правда? Да, любовь моя? Да, потому что он твой брат. Я хочу, чтобы ты устроил свою жизнь. Я предоставляю тебе ежемесячное содержание, но обещай мне, что ты закончишь школу, а потом поступишь в университет, да? Да, да, конечно. Франциско с его связями найдёт для тебя место, где ты сможешь изучать медицину. Правда? Надеюсь. Я прогуляюсь, Моника, я устал. Теперь у нас есть всё, о чём мы мечтали, Гуччо. Я куплю тебе машину, одежду, и у тебя всегда будут деньги. Ты счастлив, не так ли? Да, да, вполне. А как он воспринял запрет брать деньги компании на покупку дома? Разозлился? Он был в ярости. Сказал, что с ними деньги со своего счёта. Мама, он влезает в миллионные долги. Она свела его с ума. Как он мог так потерять голову? Тебе лучше успокоиться. С ним случится несчастье. Твой отец в конце концов разорится или даже заболеет. Моника уничтожит его, убьёт Франциско. Ты умный. У тебя блестящий ум. Ты единственный оставшийся мужчина рода Парда Фигероа. Ты единственный оставшийся мужчина рода Парда Фигероа. Я хочу, чтобы ты стал кем-то. Знаменитым врачом. Ты должен получить степень. Прославить наше имя. И я хочу, чтобы ты воплотил мечты нашей бабушки. Бабушка и после смерти будет указывать нам, что делать. Она умерла, но я здесь. И мы получим всё это, Гуча. Всё, о чём мы мечтали. Моника. А что, если бабушка была не права? Что, если мы ошибаемся? О чём ты? Что, если здесь? В этом большом доме нет счастья. Если оно не в машинах, не в деньгах. Что, если этого мало для счастья? Откуда у тебя такие мысли? Может, Мария Эмилия права. Не говори чепухи. Скажи, что она заработала своим романтизмом? Я скажу тебе. Она совершенно одна среди мусора. У неё ничего нет. Ничего стоящего. А мы будем жить полной жизнью. Я слишком долго боролась за это. Слишком многое принесла в жертву, чтобы достичь этого. И теперь у меня есть всё. Осторожно, Моника. Бабушке это не помогло. Бабушкины дни были сочтены. А я молода. У меня впереди долгие годы наслаждения моим успехом. Смотрим, поглядим. Господи, Боже мой, я сыта по горло. Как долго это ещё будет продолжаться? Как я буду готовить, когда постоянно чего-то не хватает? Какое у нас сегодня будет меню? Не придуривайся. Мерседес, подойди. Что случилось, мама? Поработай головой, дочка. Что мне приготовить сегодня? Мама, ты же знаешь, я не особо разбираюсь в трепне. Всем доброго здоровья. Рамирес. Что у тебя с голосом, Рамирес? Слишком много работал, синьора. Работал или пел? Убери всё отсюда. Ничего для нас. Кто-нибудь спрашивал о фирму Анести? Да, подожди. Где ты здесь? Вот, возьми. Посмотрим. Что? Пять шкафов? Ничего себе. Не будь лентяем. Будь доволен, что для тебя есть работа. Господи, синьора, мы же надорвёмся, когда будем переносить всю эту мебель. А дон Руденсио работает, не щадя себя, ни нас. Да, синьор. Мы покупаем только вещи первой необходимости. Никогда не транжирим. И покупаем бакалею раз в неделю. Так можно сэкономить. Ладно, дон Руденсио, пойдёмте, а то опоздаем. Сегодня вечером займёмся бюджетом, хорошо? Хорошо, хорошо. Пока. Пока. Дорогая, наконец-то. Не знаю, мама. В первый день моего приезда он много говорил со мной. Но всё это были пустые формальности. Всё осталось таким же. Зря я приехала, Лала. Так же нерешительный и смущён, как и раньше. Нет, дорогая, ты приехала не зря. Я так рада, что ты здесь. Разве тебе не хорошо со своей семьёй? Да, конечно, мама. Только непривычно видеть дон Руденсио, который расположился здесь как дома. Ну что ж, дочка, причина тебе известна. Не знаю, как мы решим эту проблему. Чем всё это кончится? Это синьорита с Мегелоном, а его девушка Мерседес. Мама, а жених той девушки? Он пытался снова? Нет, Россио, после того, что она натворила, нет. К тому же, я чую, здесь дело нечисто. Что? Что-то происходит между синьором Рубеном Калюминаресом и Ниной. Да? Я пыталась разузнать что-нибудь у неё, но она отпирается. Россио, узнай, если сможешь. Да, мама. Мне так больно за Марию Эмилию. Так тяжело воспитывать сына без отца. Как ты? Хорошо, хорошо. Мама мне всё рассказала. Меня очень жаль. Беда не приходит одна, да? Скажи, ты приняла решение? Ты скажешь, Алехандро? Привет. Привет, как вы? Ты слышала о Марие Эмилии? Нет. Не знаю, зайти ли мне к ней. А что? У неё серьёзная проблема. Она больна? Что с ней? Извини, но я не могу тебе сказать. Ну что вы, доктор, вы мне не доверяете? Это очень интимная тема. Господи, я думала, речь идёт о каком-то диагнозе. Ну, а это можно назвать и диагнозом, Летиси. Но это очень деликатный вопрос.